Километры, колючие проволоки и не души вокруг. Это секретная база военно-морского флота России на Иссыкуле. Мало кто из кыргызстанцев был по ту сторону ограды. А если и был, то давал подписку о неразглашении. «Я тут родился, вырос, никогда там не был. Многие сельчане побывали там впервые в этом году, когда 9 мая там провели большой военный парад». «Везде загорожено. Где раньше купались, там всё закрыто». База противолодочного вооружения «Каракол» предназначена для проведения испытаний морского подводного вооружения. Снимать и даже фотографировать объект нельзя. Въезд на базу перекрыт бетонными шлагбаумами. У входа настоящий дзод с отверстиями для пулемёта. А вот, собственно, и сам испытательный полигон для торпед. Глубина в некоторых местах достигает 400 метров. Вода солёная, прозрачная, поэтому условия испытаний максимально приближены к тем, что были бы где-нибудь, скажем, в открытом море. Кроме всего прочего, здесь испытывали легендарный «Шквал», торпеды, от которых не может увернуться ни один надводный корабль. Какие ещё опыты здесь ведутся, никто, кроме моряков, не знает. «У этой базы есть и другие, другое назначение. Там начали испытывать на этой базе после 90-го года. До этого там не испытывали. Там только другие разработки вели специальные». Как бы то ни было, в этом году российские военные в республике заметно активизировались. Впервые 9 мая ВМФ России провёл на Иссыкуле масштабный парад. Или по-другому – демонстрацию флага. На военно-морском языке это означает, что Кремль как бы показывает свои лидерские притязания в регионе. Хоть Иссыкуль и внутреннее Кыргызское озеро, но всё же флотилия. При этом деятельность базы власти обеих стран не комментируют. Поэтому вот уже который год экологи не могут получить ответ, насколько запуски торпед влияют на окружающую среду. «Без разницы, всё равно боевая начинка или не боевая, она всё равно несёт какую-то угрозу. Это же всё-таки торпеда, это же оружие». По словам бывшего заместителя директора завода по выпуску торпед, за много лет испытаний в озере были потеряны сотни снарядов. «Они лежат там, на дне Иссыкуле». Тем временем жители окрестных сёл относятся к присутствию военных спокойно. Однако отдельные из них всё же продолжают беспокоиться. «Я хочу, чтобы приехали, посмотрели всё, вот экологи. Страшно уже, потому что детей отпускают. У нас озеро уже начинается всё глубже, глубже, как-то она раньше была не очень. А сейчас уже с каждым годом у нас озеро уже поднимается». Через два года Иссыкульская база станет частью объединённой группировки. В неё войдут четыре военных объекта. Таким образом, в скором будущем Кремль будет иметь в Кыргызстане одно из крупнейших военных формирований в регионе. Джубек Бегалива, Азат Интымаков. Для настоящего времени из Кыргызстана.